Сегодня мы поговорим с Вами о довольно опасной пищевой токсикоинфекции, вызываемой одним из наиболее сильных среди всех известных ядов токсином – ботулотоксином. Ботулизм – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Хотя ботулизм и сопровождает человека испокон веков, первое документальное упоминание о нем встречается только в конце XVIII века, когда было зафиксировано массовое отравление кровяной колбасой. В то время эту болезнь называли «ихтиазизм». Слово «ихтис» с греческого переводится как «рыба» или «алантиазис» с греческого «алантикса» – «колбаса». Современное же название ботулизм получил с легкой руки бельгийского бактериолога Ван Эрмингема, выделившего возбудителя болезни бактерию из рода кластридий. Кстати, «ботулизм» с латинского также переводится как «колбаса». Кластридии встречаются на всех континентах земного шара, обитая преимущественно в верхних слоях почвы. Отличительной особенностью этих бактерий является способность образовывать споры, очень устойчивые к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды – замораживанию, высушиванию и ультрафиолетовому облучению. Они способны пережить даже пятичасовое кипячение или длительное нахождение в 18-процентном растворе поваренной соли. В таком спорообразном состоянии бактерии могут находиться сотни лет и при возникновении благоприятных условий прорасти спустя всего лишь четыре часа. Природным резервуаром возбудителей «ботулизма» являются теплокровные животные, птицы, рыбы, а реже присмыкающиеся и рептилии. Кластридии могут обитать в кишечнике живых существ и выходить наружу с испражнениями. Для здоровья человека представляют опасность не сами бактерии, а токсины, выделяемые микроорганизмами в процессе жизнедеятельности. В медицине ботулинический токсин, даже в сравнении с столбнячным, считается самым сильным из всех известных на сегодняшний день натуральных ядов. К слову, ботулотоксин – основное действующее вещество, входящее в состав косметологического средства для коррекции дефектов внешности, известного нам под названием ботокс. В низкой дозировке токсин нарушает нервно-мышечную передачу, вызывает частичный паралич мышц в зоне введения, и тем самым временно разглаживает морщины. Существует несколько способов заражения ботулизмом. Пищевой ботулизм развивается при проникновении в пищеварительную систему человека уже готового токсина, содержащегося в продуктах питания – копченостях, колбасах, соленой рыбе, соленом сале, грибах, консервах, если технология их приготовления была нарушена. Прямое свидетельство зараженных консервов – вздутие банки. Консервы промышленного производства в плане заражения ботулизмом практически не опасны, так как при их изготовлении применяют специальные автоклавы, позволяющие проводить нагревание продуктов до 120 градусов по Цельсию. Раневой ботулизм возникает после попадания в открытую рану земли или пыли, содержащей споры. Если при этом в ране создаются бескислородные условия, бактерии прорастают и начинают выделять токсин. У малышей до 6-месячного возраста иммунологический барьер кишечника еще не зрелый, поэтому споры ботулизма при попадании в кишечник способны в нем прорастать. Также существует вероятность заразиться ботулизмом при вдыхании аэрозолей, насыщенных ботулотоксином, распыленных в воздухе в террористических целях. А вот от человека к человеку ботулизм не передается. Зараженный ботулизмом человек не представляет никакой опасности для окружающих. При попадании ботулинического токсина в пищеварительную систему его всасывание происходит через слизистые оболочки полости рта, желудка и тонкого кишечника. После чего, минуя лимфатическую систему, токсин проникает в кровь и распространяется по всему организму, поражая нервные окончания и мотонейроны передних рогов спинного мозга. В среднем первые симптомы ботулизма проявляются через 12 часов. Однако, в зависимости от тяжести заболевания, время инкубационного периода может сокращаться до 5 часов или увеличиваться до 10 суток. Чем тяжелее отравление, тем короче период инкубации. Симптомы заболевания чаще всего проявляются внезапно и очень напоминают обычное пищевое отравление. К концу первых суток тошнота, рвота, диарея, схваткообразные боли в области живота, постепенно сменяются метеоризмом и запором. Возникают неврологические признаки, четко указывающие на ботулизм. Расстройство зрения. Туман перед глазами, двоение, потеря четкости зрения, разная ширина зрачков, опущение века одного глаза, отсутствие реакции зрачка на свет. Затрудняется глотание. Во рту появляется сухость. Ухудшается речь и изменяется голос вплоть до полной его потери. Если токсин продолжает действовать, развивается паралич мышц. Голова больного свисает. Выражение лица становится мазкообразным. Меняется походка и ухудшается двигательная координация. Возникают проблемы с дыханием. Кровяное давление резко падает. Без заказания медицинской помощи больной умирает от внезапной остановки сердца. Поэтому при возникновении малейших подозрений на ботулизм необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. А в ожидании приезда медицинских специалистов попытаться оказать первую помощь больному. Помните, своевременно оказанная первая помощь поможет сдержать развитие болезни и избежать серьезных последствий для здоровья человека. В первую очередь следует промыть желудок. Для этого хорошо подойдет 5% раствор соды или раствор перманганата калия, разведенный до бледно-розового оттенка. Пострадавший должен выпить как можно больше полученной жидкости, а затем искусственно вызвать рвоту, не сильно надавливая на корень языка. Данную процедуру повторяют не менее трех раз. Промывание желудка будет эффективно только на протяжении первых двух суток отравления. После промывания желудка целесообразно дать заболевшему любой имеющийся под рукой адсорбирующий препарат активированный уголь, полисорб, энтеросгель, который частично свяжет токсин. Очистить кишечник от яда поможет клизма, обычной кипяченой водой. В случае остановки дыхания и сердцебиения проводится искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Самолечение при ботулизме недопустимо, так как данная болезнь представляет прямую угрозу здоровью и жизни, при малейшем подозрении на его развитие пострадавший госпитализируется. В большинстве случаев при своевременном бедении антитоксической сыворотки в первые 72 часа после отравления прогноз течения заболевания благоприятный, выздоровление наступает в течение 3-4 недель. И в завершении сегодняшней беседы давайте традиционно обсудим способы профилактики рассматриваемой болезни. Употребляйте в пищу всегда только свежие продукты, в качестве которых Вы уверены на 100%. Ни в коем случае не ешьте консервы с истёкшим сроком годности. Обязательно утилизируйте вздутые банки, бомбаж является явным признаком того, что с консервацией что-то не так. Самостоятельное домашнее консервирование следует практиковать при строгом соблюдении технологии. Консервация требует чистоты от исходного сырья, банок, крышек и используемой воды, она должна быть кипяченой. Пастеризовать консервы следует не менее получаса. Овощную продукцию и фрукты перед закатыванием в банки необходимо тщательно очистить от земли и грязи. Запрещается консервировать перезревшие фрукты. Маринады лучше готовить по стандартным проверенным рецептам. Рыбные и мясные продукты в домашних условиях консервируются только в свежем виде. Мясные туши необходимо хорошо очищать от земли и следить, чтобы содержимое кишечника ни в коем случае не попало на мясо. Рыбу следует обязательно потрошить и тщательно промывать проточной водой. Подготовленные рыбные тушки желательно хорошо просаливать, а также соблюдать температурный режим не выше восьми градусов во время соления и хранения. Все мясные консервы и домашние колбасные изделия перед употреблением обязательно подвергайте термической обработке, чтобы токсин, даже если он и образовался, разрушился. Консервированные грибы также рекомендуют перед употреблением кипятить на протяжении 30 минут. Для этого можно поместить банку с консервацией в кастрюлю с кипятком и выдержать на огне необходимое время, после чего охладить. Храните готовые консервы при температуре не выше восьми градусов. Что касается профилактики и в очаге ботулизма, то всем людям, которые вместе с больным употребляли опасную пищу, обводится профилактическая доза антитоксической сыворотки. А на сегодня это всё. Не болейте! Подписывайтесь на канал Доктор по соседству и не забывайте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя узнавать о выходе новых выпусков. Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где вы каждый день можете найти много нескучных и полезных новостей из мира здоровья и медицины. Ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!